МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самая аппетитная ярмарка осени «Вкусно фест» прошла в парке имени Зернова. Представители ресторанов, кафе и фастфудов Сарова представили свои лучшие блюда, а мастера и мастерицы продемонстрировали изделия ручной работы. На гастрономическом празднике побывала наша съемочная группа. Копченые перепела, свежие маринованные яйца, куриные купаты, домашняя колбаса из мяса птицы. Семья Пуховых больше трех лет занимается домашним хозяйством. Все начиналось с простого интереса и одной птичьей клетки. Потом увлечение переросло в перепелиную ферму за пределами города. Сейчас Эдуард и Ольга также выращивают кур, индюшек, уток и гусей. Производят натуральные продукты высокого качества. Наша птица выращивается на нормальных кормах. Наша птица может иметь свободный выгул. Наша птица не кормится никакими гормонами роста. То, что используем мы, это свежее, это с соблюдением условий хранения, это выверенные рецептуры и, соответственно, этим мы добиваемся хорошего вкуса. Вкуснофест – праздник, который объединяет всех любителей качественной еды и напитков. На ярмарке в парке имени Зернова собрались предприниматели пищевой промышленности, а также самозанятые мастера керамики, текстильных и вязаных игрушек, маловарения и шитья. Саровчане смогли приобрести свежую выпечку, аппетитные бургеры и роллы, кондитерские изделия, фруктовые и ягодные морсы, имбирные пряники, картины и сувениры для дома. Порадовать детей игрушками и воздушными шарами. Интересные разнообразные фирмы представлены, конечно, да, все интересно посмотреть. Это все видим в интернете, но мы потом ассортимент посмотрели, как говорится, в живую, не на картинке. Вообще шикарно, мне очень понравилось, очень все вкусно, самое главное – доступно. Ну, интересно вот эти подделки очень. Ну, и это тоже на свежем воздухе. Видите, как народ с удовольствием гуляет, еще и подзаправится. В этом году из-за пандемии от развлекательной программы пришлось отказаться. Праздничную атмосферу организаторы создавали с помощью приятной музыки и фотозоны. Вообще настроение чувство такое приподнятое, да, ребята подходят, спрашивают, а это вы организовали, вы хотите нас поддержать, настроение нам сделать, это население, да? Да, конечно, хотим настроение сделать. Предприниматели стараются, и все рады. Предприниматели очень азартны, подготавливались. Сейчас они подвозят, подвозят, иду. Я думаю, что, ну, они не ожидали даже такого вот ажиотажа среди населения. У нас все получилось, люди пришли, люди полны энергии, радости, предприниматели у нас очень довольны, и мы считаем, что от этого мероприятия выхлоп прямо буквально 100%. Конечно, приходится подходить и напоминать людям о том, что необходимо соблюдать дистанцию. Мы бесплатно раздаем маски всем присутствующим, главное, чтобы было безопасно. Для предпринимателей «Вкуснофест» стал отличной возможностью показать продукцию, поработать с большим потоком людей, для саровчан открыть для себя новые вкусы, познакомиться с производителями кухни и разных кафе и ресторанов города в одном месте. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. С понедельника 5 октября удаленка в Москве стала обязательной. Согласно указу мэра города Сергея Собянина, работодатели должны перевести на дистанционную работу не менее 30% персонала. Обязательный переход на удаленку для всех работников старше 65 лет. Исключение сделано лишь для тех пенсионеров, присутствие которых на рабочем месте критически важно. Удаленку обязана ввести большая часть работодателей, за исключением оборонных заводов и стратегических предприятий. Удаленка стала обязательной после того, как в Москве начался рост госпитализации в связи с коронавирусом. Власти рассчитывают, что благодаря этой мере удастся ограничить социальные контакты и снизить пассажиропоток в транспорте. Также с 5 октября все школы и муниципальные учреждения до пообразования столицы закрыты на двухнедельные каникулы. За минувшие сутки в России зафиксировали 10 888 случаев заражения коронавирусом. В Нижегородской области выявили 198 новых больных. В Сарове за выходные прирост составил 124 человека. Это антирекорд за все время эпидемии. Госпитализирован 51 человек, из них 36 в состоянии средней степени тяжести. За последние несколько дней число зараженных коронавирусной инфекцией существенно возросло как по стране, так и по Сарову. В группах Канал-16 в социальных сетях мы спросили горожан, с чем связан подъем заболеваемости коронавирусной инфекции. Люди не соблюдают меры безопасности, считая 34,5%. Столько же горожан придерживаются мнения, что это сезонный подъем. Начали делать много тестов, уверены 15% респондентов. Вариант слишком рано сняли ограничения, выбрали 9%. Не думают об этом 6% участников опроса. В стране стартовала призывная кампания «Осень-2020». Всего в России отправятся служить 128 тысяч человек. В нашем регионе планируют призвать вооруженные силы РФ около 2000 молодых людей. Они будут направлены во все виды и рода войск. Начиная с 20 октября срочники будут проходить обязательное экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. По прибытии в воинские части молодые люди пройдут обязательный двухнедельный карантин. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Приобрести тур по России и получить за это кэшбэк можно будет с 15 октября до 5 декабря. Речь идет именно о покупке. Саму поездку можно запланировать вплоть до конца новогодних праздников 10 января. Об этом сообщает российская газета. В отличие от прошлого раза, кэшбэк можно будет получить и за короткие путешествия. Туры или проживание в отеле от двух ночей. Также организаторы отменили минимальную стоимость тура, за которую можно было получить возврат. По новым правилам, россияне получат на карту ровно 20% от потраченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. В связи с новым всплеском заболеваемости COVID-19, Саровчан просит протянуть руку помощи тем, кто оказался в непростой ситуации. Необходимы волонтеры для выгула собак у больных коронавирусом или людей, которые находятся на карантине. В некоторых случаях может потребоваться и передержка. Более подробно о том, куда обращаться в случае, если у вас есть время и желание помочь землякам и их питомцам пережить непростое время, можно в официальной группе клуба любительского собаководства «Акбар» ВКонтакте. Спасатели предупреждают. До конца этой недели в Нижегородской области ожидается высокая пожароопасность лесов и торфянников. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и линии связи. Граждан убедительно просят не сжигать мусор на своих садовых и дачных участках, а при обнаружении возгорания немедленно звонить пожарным. Продукты и алкогольные напитки почти на 6 тысяч рублей вынес саровчанин из двух магазинов. В одной из торговых точек молодой человек орудовал вместе с подельником. Личности преступников установили, одним из них оказался ранее судимый мужчина. Второй еще не достиг совершеннолетия. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Несовершеннолетний юноша решил завершить воскресный день, нарушая правила дорожного движения. Без водительских прав и шлема подросток катался по тротуару на скутере. Нарушителя заметили патрулировавшие город сотрудники ГИБДД и попытались его остановить. Но школьник не выполнил требования полицейских и совершил ДТП. Не справился с управлением, в связи с недостаточностью опыта своего для управления двухколесным транспортным средством. В результате чего получил телесное повреждение в виде ушибов. И после осмотра врача был отпущен домой. Грабеж на глазах у покупателей и посетителей произошел в одном из торговых центров города. Мужчина и девушка украли деньги из ящика для пожертвований. Причем сделали они это по-тихому, без криков, выстрелов и погони. По видео, которые были представлены торговым центром, видно, что граждане использовали для того, чтобы достать деньги из этого ящика, липкую ленту. По записям с видеокамеру установили причастных к преступлениям. Ущерб составил примерно 3000 рублей. Именно такую сумму назвали подозреваемые. Сколько точно похитили злоумышленники, сейчас устанавливают сотрудники полиции. Так как деньги в ящике для пожертвований пересчитываются лишь раз в месяц. После того, как один из продавцов отдела окрикнуло их, они не убежали. Двое саровчан попались на уловки мошенников. В одном случае женщина сообщила по телефону пароль и лишилась 90 тысяч рублей. В другом пенсионер поверил неизвестным, позвонившим ему на телефон и передал через таксиста 40 тысяч рублей для вызволения внука из переделки. Сообщение было ложным. Сотрудники полиции устанавливают причастность водителя к преступлению. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Саровский чистомен. Пять мешков мусора в одиночку собрал школьник в лесу в нашем городе. Восьмиклассник вдохновился примером жителя Челябинска, который начал бороться со свалками и в итоге собрал вокруг себя серьезную когорту единомышленников, помогающих ему убирать город. Подробности далее. Тут было много осколков. Пять мешков мусора ученик восьмого класса первого интерната Сергей Мастеров собрал на поляне возле храма во имя Сошествия Святого Духа. Беспорядок в лесном массиве молодой человек обнаружил по пути из школы. По словам Сергея, раньше здесь было чисто. Но недавно кто-то притащил на поляну бревно, на котором теперь собираются шумные компании и оставляют после себя мусор. Мне стало обидно к некоторым горожанам, что отдыхают и не убирают за собой. Брать мусор, потому что никто не будет ходить сюда и убирать. Я решил пойти сюда, взял коляску и привез сюда. И собрал вот эти пять пакетов и повез на мусорку провокзальную около гаражей. Сергей Мастеров вошел в Лигу чистоменов Нижегородской области. Но причин для гордости молодой человек не видит. Говорит, что уважающий и любящий свой город человек не должен мусорить. И если на пути попадаются фантики от конфет, пластиковые бутылки или пустые пакеты, их нужно поднять и выбросить в мусорку. Я за чистую экологию тоже. Но чтобы вот этих случаев не повторялись, следить за собой и убирать свой мусор. В планах у Сергея завершить уборку поляны, разрубить бревно и написать объявление «Мы за чистый город». Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. С 1 по 10 октября в нашей стране проходит декада пожилого человека. Ее основная цель – привлечь внимание общественности к проблемам людей преклонного возраста, оказать им дополнительную поддержку, внимание и заботу. Традиционно к декаде пожилого человека готовятся все учреждения культуры, общественные организации и волонтерские объединения города. В этом году активисты Центра внешкольной работы не остались в стороне и тоже поздравили бабушек и дедушек. День пожилого человека – праздник особенный. По традиции его отмечают на всех площадках города. Воспитанники Клуба здоровья Центра внешкольной работы подготовили для старшего поколения поздравительные открытки и развесили их по всему микрорайону. «Будет приятно бабушкам и дедушкам. И напомним мы младшему поколению, что нужно позвонить бабушкам и дедушкам и их поздравить». Для воспитанников Центра внешкольной работы такие праздники – отличный повод в очередной раз сказать старшему поколению, что есть люди, которые их любят и ценят. «Это единственные люди остались, которые пережили очень многое в нашем мире. И я сомневаюсь, что у них кто-то из близких людей остались. И как-то пытаюсь поддержать». «Здорово, что есть праздник День пожилого человека. И есть очередной способ позвонить бабушке и дедушке и сказать, что ты их любишь. И они тебе ответят тем же». Также педагоги и воспитанники Центра внешкольной работы подготовят для ветеранов праздничную выставку. На ней ребята представят портреты любимых бабушек и дедушек. Посмотреть экспозицию можно будет по адресу улицы Силкина, дом 10А. Или в онлайн-режиме в группе ВКонтакте. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Пейнтбольный клуб «Реактор» стал победителем третьего этапа серии всероссийского межотростливого турнира среди корпоративных команд «Кубок двух капитанов». Соперниками саровчан были сильнейшие спортсмены из Москвы. Всего за кубок боролись семь команд. Подробности смотрите в следующем репортаже. Агрессивный стиль игры и слаженность команды стали для саровских пейнтболистов залогом успеха на всероссийском межотростливом турнире среди корпоративных команд «Кубок двух капитанов». Соперниками «Реактора» стали сильнейшие команды крупных московских компаний. На отборочном этапе саровчанам пришлось нелегко. У нас в отборах было пять игр. Одну проиграли, четыре выиграли. Нам это свойственно, кстати, плохо провести отборочные игры и легко выиграть. После отборочного этапа саровские спортсмены провели работу над ошибками, отметили слабые стороны соперников. На полуфинальный матч вышли полными здоровой агрессии с единственным намерением – победить. В итоге стали обладателями кубка и золотых медалей. И вышли всего лишь с четвертого места в полуфинал. Ну, а в полуфинале-финале вообще проблем не увидели. Тренер команды отметил, что за 10 лет в клубе сформировались два состава команды – основной и запасной. Регулярно проходят полноценные тренировки. Поэтому саровские пендболисты смогли подняться на третью ступеньку общероссийского рейтинга сильнейших команд. В общем, сезон идет отлично. Я очень доволен командой. Доволен, что в команде наведены коммуникации и общение. И все это сезон идет плодотворно. Сезон игры и тренировок на открытом воздухе подходит к концу. Теплая погода еще позволяет спортсменам тренироваться на улице. Но световой день заметно сократился. В 6 часов вечера солнце заходит за горизонт. Пендболисты клуба «Реактор» приступили к демонтажу летней площадки. Тренировочный процесс будет проходить в спортзале. Новая площадка пока не готова. Сейчас у нас база ТИРа, который будет объединять все нижегородские команды. Сейчас идут ремонтные работы. И тренировочный процесс будет в зимний период времени. Он будет более такой продуктивный и насыщенный. В этом году спортсмены «Реакторы» будут еще участвовать в финале Кубка России. Для этого им тоже нужно будет пройти отборочный этап. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова